здравствуйте дорогие друзья и снова Юг России вещает Максим Ковальский с вами мы продолжаем наши домашние барабанные непредуденные посиделки и собственно вы может быть посмотрели можете посмотреть прошлое видео тем не менее тем не менее мы сегодня сейчас именно в этом видео поговорим о двоечке отдальных ударах почему потому что мы начали затронуть в прошлом видео да да в прошлом видео мы затрону еще важную тему один мах два удара в общем у нас был обдаун как ни странно да не двойка обдаун вот я решил так что будет сначала с обдауна а теперь у нас пойдет двойка эти элементы обдауна двойка очень похожи вот у нас обдаун конечно он у вас уже получает двумя руками и тремя и так далее чем похожи да тем что мы смотрели у нас двоечка это замкнутое движение то есть когда мы все как одиночные сверху делаем открываем себя пальчики как бы обдаун и вот у нас был обдаун а у нас двоечка и она закрылась поэтому собственно я и начал с обдауна да 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 может проще у вас получится обдаун а у нас проще получится двоечка но подход очень похож немножко различный потому что обдаун из руки в руку перетекает а двоечка тоже протекает но только не по одному удару как бы не друг за другом они идут а идут по очереди вот такая двоечка веселая на большом битуре во втором пузике как угодно в общем на эту двоечку царапали и имели счастье играть вот значит механизм какой да вам знакома немножко сверху та самая формальная техника отдельно как рукой и остается медленный вариант исполнили счет медленный как одиночка ну вы же что уже знаете уже посмотрели предыдущие видео вот кто не посмотрел гляньте вот и все будет понятно они будут заострять и объяснять там что как двигается лошадь и далее все остальное гляньте предыдущие видео итак да медленная часть выглядит вот таким образом и остается вот у нас такой вот удар как бы когда отдельно играем в общем у всех моих волшебных учеников и когда это удобная да вопросов нет когда начинаем играть руками возникает вопрос потому что они играют куроваку но это естественно в первых этапах почему да потому что время когда ударила одна рука между ней поднимается вторая вот такой довольно сложный способ объяснять вот такой вот другой вариант состоит в том что медленный темп и быстрый темп очень отличаются и для нас очень важны движения как раз таки и плечами мы тренируем медленный темп медленный да у нас там получилось все красиво формальная техника для того чтобы добавить мощь у нас все вышло а вот а вот быстрый темп отдельно смотрите что происходит вот у нас там да он у вас уже получился вы уже поиграли когда у вас долей стало движение наверх вы научились добивать второй ударчик здесь то же самое добиваете и остаетесь только добили и остались то есть фиксируем палочку с барабана кстати так же как и в одиночке только после второго удара так же самое абсолютно песня с двойкой как всегда наши пальчики контролируют скорость и амплитуду возможностью прилипания к этому концу палочки то есть ходят вместе с ними вот так как у многих тоже получается такая проблема вроде как бы играют а очень близко очень плохо смотрите тадам тадам не разрывно во французе то же самое вот вообще кончики палочки вот они кончики пальчиков вот они то есть мы делаем вот такое стасачье движение ой что это да что да это шаховое движение простите шаховое движение то есть на самом деле видите отрабатывая двойку мы уже практически выручили шаховое движение на хейте ну это так маленькое отвлечение кстати да шаховое движение на хейте да 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 именно тоже кстати доля идёт вверх ой что я сказал но это я покажу удобно остановки возвращаемся к горьке но вам все равно помните что отрабатывая двойку на руку и как бы шахово можешь сыграть идем дальше идем дальше и так идем дальше делаем это кусачье движение и сокращаем расстояние естественно а какой расстояние у нас давит давит да многим это может не понравится но давит предплечек и предплечек как бы и задает темп вот пружина тик 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 понимаете и да похоже на даун десанты но только это не от дровки а это на контролируемый отдельный удар почему контролируемый? да потому что когда нам надо будет делать тремоло на томе доставать эту двойку из барабана который слабо натянут нам нужно обязательно владеть массой и предплечеки нам будут очень важны и пальчики хорошие острые потому что точно так же как и во даун мы когда в быстром центре чтобы сравнять первый и второй удар по громкости добавляли второй удар с дойки мы нарочито нарочито добиваем этот второй удар почему? да потому что первый удар у нас по себе сильный у нас сверху идёт во-первых движение во-вторых у нас плечо и предплечье да плечо и кисточка делает вес первому удару добавляет вес а второй удар остается как бы без внимания и вот чтобы сравнялись то у нас двоечка у вас на литра мы обязательно мы обязательно добавляем это второй удар оооо полетели 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 именно поэтому я не разрывно объясняю и отдам и двойку вам как вы говорите в разных видео но именно поэтому это очень важно и что мы делаем дальше какая дальше будет проблема ну не цепляются ручки там я изображаю сейчас ученика который начал изображать изучение двойки медленно кое-как оно получилось а в быстром темпе у него курлы-курлы попробуйте его попросить поиграть таким образом темп двойки задают у нас в предплечьях а поскольку он вот это кусачье движение отрабатывал вот отдельно каждой ручкой то он должен зацепиться по идее думая только об огнетенных ударах потому что вот это кусачье движение прибавляется уже как бы ну автоматически ну конечно автоматически он прибавляться будет тогда когда опять таки надо заниматься надо заниматься заниматься как будто повторение решить вопрос в общем когда он дозрел когда он у него получился прям этот кусачий момент и когда вы дозрели когда у вас это получилось если вы смотрите видео и вы только начинаете заниматься учтите вы начнете играть вот так у вас будет отдельно получаться как будто а вам нужно чтобы было слитно так вот чтобы было слитно смотрите играете восьмушки па 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 и оставляете движение в предплечьях а вот это автоматически кусачье движение быстрые двойки которые у вас уже получаются смотрите я играю в предплечья так вы добавляете просто автоматически оно у вас может сначала не хвататься или сначала криво получаться но потом когда вы почувствуете взаимодействие ваше вот это кусачье движение и скорости как бы давления предплечья то есть как зачатка того что вам дает именно темп да у вас тоже получится некоторые градации конечно возможно когда бывает по ваткам цеплять как я играю тату 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 из французика вот как бы в американца так сказать в хват который нам помогает нам в данной остановке мы как бы переходим открываемся то есть кажется как будто идет вращение кисти супер какой то но оно не нарочитое оно не специально происходит оно просто происходит того что мы открылись закрылись 1 и 2 и 3 и 4 и 1 сейчас у меня большой палец на оси палки да чтоб так играть на оси да то есть это громко как бы а вот у меня большой пальчик вот таким образом да в этой бочке так вот еще раз резюмируем резюмируем нашу двойку за всей моей болтомней предвещая медаль и добавляем это кусачье движение формальная техника как я делаю сверху изучаем эту двойку конечно же опять таки чтобы давать массу отскакиваем отскакиваем контролируем в общем двигаемся и конечно же наши любимая игру с анклуктов Играем такими энергетическими выхлопрознучиваниями вау, веу, 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 и динамически. Ну, да, да, скорее говоря, получается нормально, вот ты её, собственно, и играешь, и показываешь. Итак, я надеюсь, довольно исчерпывающий я вам показал двойный удар, и проблемы, которые с ним в некотором смысле связаны, конечно, они могут быть у всех родные, родная там анатомия. Кто-то раз схватил и побежал. А я вот несчастный, когда учился в музыкальной школе, двойку эту крапел-крапел, и у меня была такая, на самом деле, идея, как вот ты Новый год встретишь, так и выберешь. Я Новый год в 12 часов сидел и играл, и на один Новый год прекрасно она раз до зрительности у меня пошла. Да, вот чудо, чудеса случаются, но в общем Дед Мороз мне подарил двойку. Дорогие друзья, с вами был Максим Кабайский. Всего вам хорошего, занимайтесь двойными ударами с вами. Обдаун тоже. Смотрите мои видео, находите для себя их полезными или бесполезными. Еще раз, да, я понимаю, что я затронул целый такой пласт. Еще одни три копейки в это огромное море информации, которое связано с механикой, с техникой и так далее и тому подобное. В общем, у нас куча специалистов, очень играющих людей, которые имеют тоже свою точку зрения. И это правильно, а это моя точка зрения. Добро пожаловать на мои разговоры. Итак, домашние посиделки. Этот небольшой этап заканчивается. Если вам интересно, пишите, будут новые видео, потому что еще огромная куча всего интересного. Есть у нас парадидл, есть у нас фаршлаги, в общем, всякая фигня, которая, конечно же, не фигня, потому что она пригождается на данной сцене. Итак, дорогие друзья, Юг России вещал. Кубань, Ростов-на-Дома, Ростов-на-Кубань. Всего вам хорошего. С вами был Максим Кабальский. Жду ваших впечатлений. Пишите. Будем работать дальше. Давайте. Всего хорошего.